Согласно введенным ограничительным мерам, работа продуктовых, сельскохозяйственных и вещевых рынков должна осуществляться в соответствии с графиком. Так, Сухумский центральный рынок будет работать в четверг и субботу, а государственный вещевой торговый комплекс «Сухумприбор» во вторник и воскресенье. Как мы убедились, внутри рынка торговые объекты не работают. Закрыты центральные ворота сельскохозяйственного рынка. Но перед воротами несколько торговых павильонов были открыты. Вы сегодня работаете? Нет. Нет, я пришла убирать. То есть вы не принимаете? Нет, убрать не надо и доделать. Как вы в целом относитесь к ограничительным мерам, которые ввели? Ну, здесь мы ведь закрыты, и к нам сюда люди не заходят. И когда, если кто-то подойдет, мы все равно одеваем маску, вот маска лежит. И поэтому я думаю, что нас можно было и не закрывать. Вы имеете отдельно ваш магазин, да? Ну да, вот магазины закрыты. Мы сюда внутренне запускаем. Видите, у нас двери закрыты. А когда человек подходит, мы вот маска лежит, мы одеваем маску и обслуживаем. И все равно людей нету на рынке. Очень мало людей эти дни после праздничной. Один-два человек подойдет и все. Добрый день. Добрый день. Вы работаете сегодня открытым? Нет, нет. А вы просто пришли вот на работу? Пришли кое-что убрать. Как вы в целом относитесь к этим ограничительным мерам? Положительно. Да, надо. Желательно, чтобы этого всего не было. Но раз правительство говорит, значит надо. Функционируют и все торговые точки вокруг рынка. Мы посетили некоторые из них. Ситуация неоднозначная. В одних продавцы сами были в масках и того же требовали от покупателей. Другие же сетуют на то, что не всегда получается соблюдать меры безопасности и носить средства индивидуальной защиты. Мы также посетили супермаркет «Кормилица», который всегда привлекает большое количество покупателей. У входа выстроилась очередь без намека на социальную дистанцию. Однако внутри все кассиры и обслуживающий персонал в масках и сами покупатели тоже. Охрана четко следит за тем, чтобы внутри одновременно не было более 10 покупателей. У нас стоят антисептики. Покупатели соблюдают дистанцию. Мы, по крайней мере, просим их, чтобы они соблюдали дистанцию для их безопасности, для их здоровья и для нашего также. Мы в зал пропускаем по 10 человек. Покупателям не нравится это, они возмущаются. Почему только у вас заходят в масках, вы не пускайте. У нас было такое, ссорились с покупателями, говорим, как есть. Честно, не все понимают это. Но сейчас я смотрю, вот два дня, как на самом деле они сами одевают, сами идут в аптеку, заходят по соседству, покупают маски и заходят в масках. Это я могу точно сказать. Сами покупают. Они уже, видимо, поняли, что это очень опасно стало. Проблема с несоблюдением масочного режима существует не только внутри торговых объектов. На улице мало людей, которые носят маски. Новая ситуация с ношением масок в общественном транспорте заметно улучшилась за последние дни. И в этом отчасти большая заслуга самих водителей, которые требуют с пассажиров обязательное ношение средств индивидуальной защиты. Далее наша съемочная группа посетила несколько объектов общественного питания. Согласно распоряжению правительства, их деятельность запрещена за исключением оказания услуг по доставке еды. В ресторане ДЭМ с нами отказались говорить на камеру. Но в личной беседе администрация сообщила, что они закрыты для посетителей, работают на вынос. А также в зале рассаживают и обслуживают исключительно постояльцев отеля ДЭМ. А вот кафе Сохо, Виноград полностью закрыты. В ресторане Адзых нам также сообщили, что они отпустили персонал и закрывают ресторан. Кафе Бисквит также не принимает посетителей. Однако они работают на доставку.